АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для чистки данного ножа нам понадобятся салфетка и зубочистка. Начнем с зубочистки. Тут самое главное, хорошенько пройтись во всех местах. И после ношения в кармане очень много катышков забивается в сам нож. Это такая лайтовая чистка, глубокая чистка с разборкой накладок, со смазкой. Нам пока не нужна мусора. От повседневного использования очень много. Хотя чистился не так давно. Но тем не менее, пыль и всякий хлам забивается в него достаточно-таки хорошо. Особенно если его смазываешь, очень много появляется пыли внутри. Просто так вот надеваем, сматываем. Почему именно спиртовая салфетка? Потому что она и вытирает, и дезинфицирует. Можно, конечно, потом промыть перед смазкой. Но, тем не менее, такую чистку нужно делать хотя бы раз в две недели. Потому что вот этого вот добра насыпалось за две недели использования каждодневного. Хотя в кармане, помимо кошелька и, соответственно, ножа, ничего больше не бывает. Так. Здесь при открытом ноже прочищаем, складываем, складываем, поднимаем штопор. И вычищаем все вот это вот барахло. Штопором в течение двух недель я вообще не пользовался. Но, как мы видим, здесь очень много грязи. Далее складываем ножик и в сложенном состоянии вычищаем вот эти места. Теперь извлекать будем саму накладку. Ну и, соответственно, здесь. Здесь чистить можно раз в хотя бы три месяца. Так. Чтобы вот эта штучка не забивалась. Ползунки. Ну и накладки у вас не отлетали, соответственно. Так. 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 Очень грязный, потому что на нем очень много работы делается и, плюс, готовка на работе и хоз-бит. Так. Продолжение следует. 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 тогда он у вас прослужит намного дольше кому было интересно подписывайтесь на канал ставьте лайки вставляйте свои комментарии по поводу полочных экземпляров ложки привели полностью стали на свое место всем